Интриги больше нет. Сегодня день съезда, в политике определились, каким составом пойдут на новые выборы. Ну вот списки, которые они сегодня утвердили. Сотни листов бумаги. Тут хватает и старых лиц, и новичков. Тут и популярные журналисты, и комбаты. Хватает и сюрпризов. Ну только представьте, партия регионов, партия номер один на прошлых выборах решила из политики, ну скажем так, самоустраниться. Обо всем этом обязательно поговорим сегодня, ну а начнем. Начнем с темы, которая на этих выборах пройдет красной линией. Ситуация на фронте. Министр обороны страны Валерий Гелитей сейчас в нашей студии. Господин министр, проходите, пожалуйста. Ему зададим самые острые вопросы. И давайте начнем с положения отдела на востоке. Здравствуйте. Рад вас видеть. То, что мы видим по сегодняшним сводкам. За последние сутки были обстрелы наших позиций, но в целом режим перемирия сохраняется. Какая у вас есть последняя информация? Доброго вечера студия. Добрый вечер всем, кто нас сейчас смотрит. Я хотел бы коротко по-військовому сказать, что действительно ситуация в зоне АТО сейчас напружена стабильно. Разом с тем, если раньше у нас было близко 60 мест, где постоянно шли обстрелы, сейчас мы имеем около 5-6 таких мест, где постоянно идут провокации. И именно с этой методой задеяны представители миссии ОБСЕ, которые безусловно на местах также установят эти факты, чтобы не было потом взвинувачений на адресу Украинских Збройных Сил, что именно мы провокируем эти вещи. Поэтому я бы сказал таким образом, что все то, что происходит сейчас в Донецке и Луганской области, не дает нам спокойствия, не дает нам возможность говорить о том, что там достаточно добре, а разом с тем, в веке счастья не перемирие 10-0-е. То есть мы живем уже немножко в другой реальности. Господин министр, к вам в связи с этим вопрос. Ну вот как нам использовать это перемирие? В том, что оно необходимо, сомнений нет. Самый главный вопрос теперь, а как за это время, к примеру, армию перестроить? Как перегруппировать войска? Как получить новые вооружения для наших ребят? Две громкие новости обсуждают в эти дни со ссылкой на вас. Первое, это о тех детекторах лжи, на которых будут проверять украинских военных. Второе, о поставках для украинской армии нацистского оружия. Я хотел бы от вас услышать подробности. Ну и вот по поводу, давайте начнем с детекторов лжи. Все ли согласятся на такую проверку? Вы знаете, за два месяца моего киевнистра Министерства обороны Украины, у меня у субъектов министра, накопичилось дуже багато питаний для тех людей, которые сегодня не принимают в этой зоне АТО, которые сегодня занимаются закупками и другими вещами, знакомясь в Министерстве обороны, занимаясь высокими посадами, являясь військовыми и цивильными особами. И именно поэтому мной принято решение провести соответствующий эксперимент, подивиться, на сколько люди на своем месте, мягко говоря, хотя у меня очень много питаний. И я понимаю, что именно сейчас, когда мы воюем, направить эти материалы в Генеральную прокуратуру, это будут месячные переверки. Именно для каждого посадовца есть соответствующие питания, которые подготовлены. Это разные питания. Я не хотел бы сейчас разоглашать, потому что он будет готов к этому. Вы знаете, у меня единственный вопрос. Будет ли там вопрос о том, сливал ли человек информацию российским спецслужбам, сотрудничал ли он с российскими спецслужбами? Так, пан Дмитрий Александрович, индивидуальный подход до каждого посадовца, до каждого, в зависимости от того, в какой направлении его работы. Но в первую очередь, это патриотизм, это неизвестность информации, это спецправа с любыми разведками, это все то, что шкодит сегодня армию. А сколько человек проверят? О каком количестве идет речь? Это десятки, сотни? Я думаю, что на первом этапе это будет три десятки. Но я скажу еще раз, что индивидуальный подход до каждого, в том числе я первый, кто пройдет этот детектор брехни. Я правильно понял, что это будут руководители высокого ранга, те, кто принимают решения? Это безпосредственно те, которые сегодня вплывают на политику Министерства обороны, самому Министерству обороны, те, кто имеет доступ в зону АТО, и также есть под суммой, и, конечно, те, кто безпосредственно занимается самыми теми речами, которые сегодня можно назвать обеспечением армии, обеспечением зоны АТО. Ну вот по поводу обеспечения как раз вопрос. Обсуждается на информагентствах новость, ссылка на вас о том, что страны НАТО уже начали поставлять оружие Украине. Я хотел бы вас спросить, а что это будет за вооружение? Вот это будут эти пресловутые каски, бронежилеты и аптечки, о которых все говорили, о которых критиковали, или наконец-то мы получим серьезное вооружение, тяжелое вооружение? Нет, пан Дмитрий, конечно, это не будут эти каски, бронежилеты. И все то, что происходило на саммите НАТО, и президент сделал, до речи, все, чтобы я туда попал, чтобы они не слышали, вы понимаете неправильно. Вы лично проводили переговоры? Так, я хочу про это зупиниться, что переговоры происходили в закрытом формате, без прессы. Мы общались открыто, я доказал те вещи, которые справедливы по отношению к Украине, и в том числе, соответственно, Будапештского саммита, когда, соответственно, Украина, третья государь в мире, которая отказалась добровольно от ядерного оружия, был подписан соответствующий Будапештский меморандум, и именно государства Соединенных Штатов Америки, Россия и Великобритании обеспечили мир и недоторганность нашего кодома. И именно Россия порушила этот кодом. И именно поэтому я вернулся к праведным странам мира, именно к министрам, которые соответствующие мали директивы от своих президентов, так же, как и президент Минидовичев, и надав соответствующие директивы. И именно в этом формате мы разговаривали, чтобы дать возможность Украине, забезпечить Украину соответствующим оружием. Саме те оружием, которые должны остановить Путин. Я вас правильно понял, что техника уже начала поступать в Украину? Дмитрий, процесс все пошел. То есть это летальная и нелетальная оружие. Процесс все пошел, и я думаю, что все будет хорошо. Ну, последний тогда вопрос. Я понимаю, что часть информации вы не откроете. О каких странах идет речь? Ну, вот вы упомянули Будапештский меморандум. Я так понимаю, что если Россия нарушила, у нас есть в Великобритании и Соединенные Штаты. Дмитрий, я наголошу на то, что все это происходило в закрытом формате. То есть это будет некомпетентно с моей стороны сейчас разоглашать те вопросы, которые мы говорили с министрами обороны. Если я рассчитываю, и государство рассчитываю на то, чтобы отримать, для чего делать эти риски, для того, чтобы они стали основой для каких-то сгинувачений. То есть это понимание, что наше задание – отримать оружие. Наше задание – обеспечить мир и спокойствие. И это может только из той оружия, которую мы отримаем, и с тем, что мы сейчас собираемся. А делаем мы сейчас много, для того, чтобы сделать все возможное, для того, чтобы остановить, если пойдет возможный настой. Ну, на самом деле, по крайней мере, надежда есть на помощь Соединенных Штатов. Мы в этой студии со многими сенаторами общались, говорили с сенатором Маккейном. Очень серьезно там настроены, в том числе в Капитолии. Вы знаете, сегодня Министерство обороны Украины проводило брифинг относительно вопросов, которые происходили в Иловайске. Чтобы понять все, что происходило в Иловайске, недостаточно информации, которую общество получает на средствах массовой информации, на ток-шоу и так далее. Понятно, что информация от бойца, от командира корпуса, который находится в подвале, который не мог оценить, соответственно, тот процесс, который происходил, что произошло, тяжело дать оценку. Но скажу коротко, я понимаю, что формат часов небагато, поэтому хотел бы коротко, чтобы вы не понимали. Если вы меня спросите, как человек, что случилось в Иловайске, то я скажу, действительно, это было горем, потому что мы потратили много наших патриотов, и Украина потратила, и это для меня так же особо гора, как и для всей Украины. Но вместе с тем, я вас еще и спросил, почему это случилось. Но вместе с тем, как военная человек, я хотел бы так, чтобы меня услышали и понимали, что оценивать нужно и ситуацию, которая произошла, и сколько было потрат в российских военных силах. И я вам скажу, если мы потратили 107 человек, так, это горы, но вместе с тем, в российские военные силы, потратили 300 человек, военных службовцев, потому что изменился формат войны. То, что у нас было раньше, то, что мы начали с Иловайска, оно перейшло в широкомасштабный наступ Российской Федерации. И именно в таком наступе трати будут больше. И если мы говорим о Иловайске, говорим о том, что произошло, нужно понимать несколько ключевых вещей. В первую очередь, понимать все то, как произошло. Как произошло то, что через двух месяцев мы смогли обеспечить 70 населённых пунктов, мест и сел Донбаса. Это делалось под той стратегией, которая давала нам успех. Успех в анти-териористической операции, где мы четко понимали, что каждый день мы делали все, чтобы изменить, звездить это кольцо. Так же мы работали по Иловайску. Потому что соответствующие специальные группы, разведгруппы, заходили в место Донецк, заходили в место Горлевку, заходили в место Луганск. До речи, часть города Луганск уже на тот час отработала с соответствующими военнослужащими Збройных сил Украины. И именно в этом формате Путин понимал, что эта война гибридная. Он ее програв. И именно тогда он дав козилку на широкомасштабный наступ на территории Украины. И в таких условиях, когда пошел наступ, и, до речи, хотели бы також нагласить на то, что, когда мы говорили про Иловайск, основной наступ начался на место Луганск. И именно там первые остановили путинские батальоны. До речи, шесть батальонов тактичных групп были направлены с территории России на территорию Украины. Это приблизительно 6,5 тысяч военнослужащих. Пане министре, то есть если бы россияне не начали наступ, то трагедии не было бы? Резумите, снова вопрос о трагедии. Путин искал место, где мог сделать для себя победу. Он попробовал на Луганск. Луганск не удался. Не удался, потому что его остановили. Відповедно, войска Збройных Сил, соответственно, реактивная система залпового огня, соответственно, рассчитывали те же военнослужащие, которые находились в аэропорту Луганске и поблизи города Луганске. Конечно, наступ Путина был направлен и на свою могилу. Про такой наступ також мало кто слышал. Потому что там тоже были бои. И после этого Путин направил частину войск в район Иловайска. И в Иловайске все, что происходило. Чтобы понять все, что происходило, надо понимать, в какой обстановке находились бойцы и какие силы были вокруг. Когда говорят, что находились только добровольные батальоны, так это не правда. Потому что по периметру города находились соответствующие подраздели Збройных Сил Украины. Керевником которых был генерал Ханчак. Соответственно, на Вистине находились соответствующие артиллерийские рассчитывания. Пане министре, можно прямое запитание? Прямое и чесное. То есть, мы не имеем про зрадительство? Потому что была информация, были подозрители у тех самых людей, которые там пострадали, были ранены, что это зрадительство, что кто-то просто зрадит. В любом случае про зрадительство не идет. Идется про широкомасштабный наступ. Про бой, где не могло быть меньше. Мы должны поднять все, что у нас было. И когда говорят, что не было надано сил, я не мог, або кто-то из-за командировки сказать, мы направим туда силы. Мы туда подтягиваем артиллерию. Мы поднимаем летаки. Но это все было. Мы подняли летаки. Мы не шкодили те позиции артиллерийские, минометные, которые дали возможность выйти из этого процесса. Мы подтянули туда ту артиллерию, которая на Вистине даёт возможность вражать. И это было. Но не каждый боец, в том числе добровольчик батальона, понимал про это. И ему про это не должен знать. И командир его, возможно, не должен знать. Повинен знать высшую часть. Потому что керевник сектору Б, генерал Хамчак, он был поинформованный. Он знал, что делать. Ему нужно было организовать, и он это сделал. Пан Министр, у меня короткое питание. Сегодня приходит информация, что кто-то еще входит из этого котла под Иловайском. Чи все уже сейчас вошли станом на этот момент, на эту хвилину? Именно так. Чтобы вы понимали, когда мы молчали, когда я остановил процесс оттоку информации, от всех сказал заборонить телефонные звонки, заборонить любую информацию, которая будет выходить от военных. Потому что в городе Донецк и городе Горлевка перед Иловайском начали соответствующие специальные подраздели. Подраздели диверсийные, которые готовили место для того, чтобы зачистить место Горлевку и место Донецк. И только в этой неделе мы смогли забрать последнюю группу. И сегодня я могу сказать, что мы забрали тех людей всех, которые туда зашли. Потому что была схема, как заходить, и была схема, которую взломали в процессе вывода войск, и мы этих людей вывели. Ну, действительно важная новость, что ни одного нашего солдата там уже не осталось. Спасибо, ваш ответ услышали и в студии, и Ирина Баглай, которая на передовой с нашими ребятами. Хотел вас попросить прокомментировать ту скандальную публикацию, которая появилась на прошлой неделе в «Зеркале недели». Писали о том, что Министерство обороны в этой сложной ситуации, вместо того, чтобы поставлять технику на передовую, эту технику продает. Ваш ответ. Спасибо, что вы за вопрос. Последним часом я смотрю, насколько сведело будет в Ману-Суспильство. Про то, что Министерство обороны действительно вырубляет технику, продает технику в умовах войны. Я хочу быть честно, абсолютно дать ответ. В Министерстве обороны нет предприятий, которые выготавливают оружие. Министерство обороны не продало жодный патрон. Будь-яка комиссия, которая имеет желание, я готов выкатить двери и допомогте им. Это спростовое, да? Так. Абсолютно спростовое. Потому что в Министерстве обороны нет предприятий предприятий, которые вырубляют для Министерства обороны зброи. Они не находятся в моем предприятии. Спасибо, будем заканчивать. Будем говорить далее о выборах. Вы знаете, я можно не запланированный вопрос вам задам? А вы на выборы идете? Вот сегодня там партийные списки. Мы целую огромную пачку распечатали фамилий. Ваша фамилия есть здесь? Вы знаете, я много говорил с разными политическими силами. И я вам скажу только одно. Я зрозумил для себя. Для этих политических сил им нужна маленькая борьба, маленькая перемога. Перемога на выборах, чтобы какомога больше завести депутатов до Верховной Ради. Для меня, как для Министра обороны, перемога, это сегодня перемога на Донбассе и Уфганской области. Войны идут. И именно поэтому меня в политических списках в любой партии он не найдет. У меня был един прапор. Это прапор в Украине. И он залишается. И политических профорий у меня нет. Спасибо вам за честный ответ, потому что на самом деле, когда происходят выборы, и когда правительство уходит на выборы, то сложно ожидать каких-либо реформ или действий. Министр обороны не баллотируется. Мы услышали от него сегодня впервые. Спасибо. Спасибо за разговор. Спасибо. Спасибо. Продолжаем и давайте к выбору.